И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же апостолов – имена Сутьфии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей – брат его, Яков Зеведеев и Иоанн – брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мыты, Яков Алфеев и Левей, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Евангелие от Матфея В знаменитой рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда» Эндрю Ллойд Вебера главный женский образ – Мария Магдалина. Здесь она блудница, которая стала спутницей Христа. Вольная адаптация исторических событий первого века для современного мюзикла. То, что было скандально, скажем, для первого века, то, что женщины наряду с мужчинами слушают проповедника, учителя и становятся учениками, то уже в 20 веке трансформировалось сквозь уже призму проблем 20 века. А самая главная проблема, одна из главных проблем 20 века – это сексуальная революция. Если мужчина рядом с женщиной, значит, между ними нет барьеров. Это как раз попытка приблизить Евангелие к такому более бытовому, что ли, уровню. Не идти вверх, куда Евангелие зовет, а наоборот, как бы объяснить все через очень простые человеческие отношения. Если любовь, значит, любовь сексуальная. Если женщина рядом, то только как такой партнер и жена, или там невеста, или любимая, там, и так далее. Какие отношения на самом деле связывали Христа и Марию Магдалину? Была ли верная ученица влюблена в своего учителя? Что знают о ней доподлинные историки? Что говорится о ней в Евангелиях? Была ли она блудницей или любимой ученицей Христа? И почему Марию Магдалину называют апостолом для апостолов? Мария Магдалина, буквально Мария из Магдалы, иудейка, которая принадлежит к состоятельному роду. Вместе с группой учеников она следует за Иисусом, когда он обходит с проповедью Галилею. Такой Мария Магдалина впервые появляется на страницах Евангелия от Луки. Она страдала некоторой болезнью, которая называется в Евангелии «Семь бесов». И когда она услышала о Спасителе, услышала о том, что Он исцеляет больных, исцеляет бесноватых, она сразу же последовала за Ним для того, чтобы получить это исцеление. Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с Ним двенадцать. И некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалина, из которой вышли семь бесов. На Святой Земле, на берегу Галилейского озера, до сих пор особо почитают место, где, по преданию, произошло исцеление Марии Магдалины. С 1908 года там находится подворье русской духовной миссии. По преданию Господь исцелил Марию Магдалину от семи лютых бесов, которые на этом месте вышли из нее. И она увидела его, так как она была чистой душой и телом, то она увидела фаворский свет и пошла за ним, как за Богом. Здесь, когда очень много исцелений на источнике, равна апостоле Марии Магдалины, исцеление тоже и от бесов, и от других болезней, физических, духовных, телесных. Западное предание связывает беснование Марии Магдалины с ее прежней греховной жизнью. То есть принято считать, что она была грешницей, и Христос освободил ее от этого порока. В Евангелиях ничего об этом не говорится, и православная традиция не соглашается с тем, что Мария Магдалина была блудницей, но утверждает, что это была очень верующая женщина, которая, вероятно, страдала от какого-то психического заболевания. А Господь ее освободил, исцелил и сделал своей ученицей. Исцелившаяся Мария Магдалина особенно глубоко привязалась к Иисусу. Но она не одна в мужской компании. Среди учеников Христовых много женщин, и некоторых из них евангелист тоже называет по имени. Соломея, Иоанна, Сусанна. Они ходят из одного места в другое. Иисус как бы вродячий проповедник, а не с ним. Это что-то совершенно загадочное. Непонятно, как они путешествуют, я не знаю, как они ночуют там, в этих трактирах. И получается, что с ними есть и женщина. Мария Магдалина поддерживает деньгами учителя в его странстве и служении. На такие пожертвования и живет община Христа. Ведь его ученики-мужчины больше не имеют заработка. Апостолы, бывшие рыбаками, оставили свою работу. Матвей, который собирал подати, дань, тоже оставил свою работу. То есть, опять же, нужно было как-то содержать. Поэтому действительно женщины служили, ну, чисто женскую работу выполняли. Кормили, там, стирали, убирали и так далее. Действительно, они служили и имением своим, ну, так материально, и умением своим. Большинство из этой группы женщин замужем. А Мария Магдалина – единственная, которая определяется в тексте не как чья-то дочь или жена, а по месту рождения. Магдала около Капернаума в Галилее, вполне вероятно, что это там и было. То есть, она местная для апостолов, для Галилеи, она своя. Почему ни мать, ни жена? Видимо, одинокая женщина. Видимо, вот по каким-то причинам, вот что еще заставляет думать, что у нее какой-то там непорядок был в личной жизни на тот момент. Это вполне вероятно. Потому что вот нет у нее нормальной семьи. А это у кого может быть? Только у женщины непорядочные для того времени. Упомянута по имени только она, причем сама по себе, не как Дева Мария, которая мать Иисуса не как чья-то жена, сестра, а вот как самостоятельный человек такой. Может быть, тоже такой хороший пример, что женщина, она не вторична по отношению к мужчине, что женщина, она может исполнять роль не менее важную, в чем-то даже более важную. Ближайшими 12 учениками Христа становятся только мужчины. Но во всем остальном, женщины – такие же равноправные члены общины. До тех пор в Иудее они везде были на вторых ролях. И в семье, и в политике, и в синагоге. Для Востока, а все-таки Иудея и Галилея – это Восток, женщины не были на первом плане социальной жизни. Ну, даже в помещении делились на мужские и женские, и женские половины – это всегда где-то там сзади, ближе к хозяйственному двору, что называется. Поэтому, когда появляются женщины в окружении Христа, это уже является, ну, если не скандалом, то, во всяком случае, сенсацией для многих. Ученики – это понятно. У каждого рави были свои ученики. Ну, чтобы в учениках были женщины, уже для того времени большой правильный. Именно женщины становятся свидетельницами распятия Христа. Они следуют за ним до конца. Рядом с Христом в момент казни вместе с Богородицей стоит и Мария Магдалина, и мать апостолов Иоанна и Иакова Зеведеевых. Из учеников Христа с ними только Иоанн. Все остальные разбежались в страхе за свою жизнь. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи служа ему. Между ними была Мария Магдалина. Женщины, которые, вот тоже оставив, может быть, свои дома, уже какую-то жертву принесли, вот такую жертву любви. В разных Евангелиях, опять же, разные женщины упоминаются. Но ясно, что женщины стояли у Христа. И это тоже показывает о том, что они повели себя более смело, более жертвенно, более мужественно, чем апостолы. Женщины присутствуют и при погребении Христа. Но главное, именно они во главе с Марией Магдалиной приходят к гробнице Христа на третий день и первыми узнают о том, что Он воскрес из мертвых. Детали рассказа об этом событии в разных Евангелиях сильно отличаются. Где-то Мария Магдалина приходит ко гробу одна, где-то со спутницами. У Матфея женщины видят воскресшего Христа и припадают к его ногам. У Иоанна Мария Магдалина встречает его одна, и Иисус не позволяет ей прикоснуться к себе. Она увидела садовника и спросила, где положили его. Это был Иисус, она не узнала его, и тогда он ей сказал, Мария. И только тогда она узнала его голос, поспешила к нему, но он сказал, я иду к Отцу Небесному, иди к моим ученикам и скажи, что я жив. И они встретят меня в Галиле. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. Такой тоже очень женский на самом деле жест, вот родного, любимого человека обнять, обнять, не отпускать никогда, вот держать его при себе, вот он же мой, он же наш родной, любимый, а он ей говорит, не прикасайся, потому что я еще не вошел к Отцу. Тоже такая грубая оказалась бы фраза, как это не прикасайся, зачем, она же вот его встретила, может быть именно для того, чтобы оттолкнуть не ее, но ее такой чистый человеческий порыв, вот это желание обнять, схватить, удержать, не отпускать. Подожди, есть отец, вот отец на первом месте, я тебя тоже люблю, я буду с тобой, но просто не пытайся меня не пустить к Отцу, не пытайся меня сделать своим домашним, вот чтобы я у тебя в объятиях дальше всю жизнь существовал. Нет, так не бывает. Я больше, чем ты сейчас видишь перед собой. И поэтому это вот тоже такой удивительно женский рассказ с одной стороны, но с другой стороны он показывает, что женщина в христианстве абсолютно не вторична, она другая, она не второй мужчина. Потом очень часто в житиях будут превозносить женщин, которые вели монашескую жизнь в мужском обличии и только после смерти оказывалось, что они женщины. Так тоже бывает, но в христианстве с самого начала говорится, что женщина может быть стопроцентной женщиной и при этом величайшей христианкой. Все авторы сходятся в одном. Мария Магдалина первой узнает о воскресении Христовом, и именно она приносит эту новость, благую весть его ученикам. Это единственная женщина, имя которой встречается во всех четырех Евангелиях. Апостол Иоанн даже Богородицу упоминает только как Мать Христа, без имени. А Марию Магдалину называет. Ее особенная роль именно в том, что она стала первым очевидцем воскресения. И еще важнее, она сообщила о нем самим апостолам. В средние века в католической церкви ее называли апостолус апостолорум, что значит апостол апостолов. Но несмотря на все это, мы очень мало знаем о ней. Она не оставила никаких текстов, в отличие от некоторых учеников Христа. Вероятно, она была и вовсе неграмотной. Неудивительно, что образ Марии Магдалины многие толкователи Евангелия пытались расширить. Ее отождествляли и с блудницей, побитой камнями, и с Марией из Вифании, сестрой Марфы и Лазаря. И чаще всего с грешницей, которая помазала Христа миром. Тот, который утвердил тождество этих трех женщин, никто иной, как Григорий Двоеслов. Мы знаем, что Григорий Двоеслов был посланником Папы, представителем Папы в Константинополе. Это означает, что он не мог не знать восточное предание, которое различало всех этих трех женщин. На самом деле, ни одна из этих новозаветных историй не имеет отношения к Марии Магдалине. Судя по тому, что мы видим в Евангелии, когда Иисус изгнал из нее семь бесов, то, собственно говоря, на этом ее прежняя жизнь закончилась. С какой стати она бы снова там стала впадать в блуд, заниматься какими-то непотребными делами. Так что получается некоторая нестыковка, да? Если он уже ее изгнал, и вдруг она приходит к нему, омывает ему ноги, и они ей говорят, если бы он знал, какая она грешница. Но он ее уже знает, раз изгнал, и она уже не грешница, раз он изгнал. Из-за этого смешения разных евангельских героинь самым распространенным образом Марии Магдалины в мировой культуре стала плачущая женщина с длинными распущенными волосами, которая держит сосуд с миром. Хотим мы или не хотим, но на самом деле вот это отождествление Марии на самом деле проникло в наше сознание, потому что кающаяся грешница, кающаяся грешница – это вот именно та грешница, та блудница, которая омывала ноги спасителя на трапезе у Симона. И именно потому, что на Западе вот считали, так сказать, безусловно, что это и есть Мария Магдалина, и поэтому во многих изображениях это стало одним из ее иконографических, так сказать, образов. В христианской традиции Мария Магдалина со временем превращается в сложную героиню – собирательный образ, который выходит за рамки Евангелия. Она стала любимой святой средних веков, а ее житие – настоящим средневековым бестселлером. Из-за ее ошибки у гроба воскресшего Христа ее объявили покровительницей садовников, а ее сосуд с миром стал любимым символом аптекарей. По всей Европе себе в заступнице выбирали Марию Магдалину тюрьмы и убежище для кающихся проституток. Самым популярным образом Марии Магдалины в эпоху Возрождения стала кающаяся грешница. В этом сюжете, в слиянии чувственности и набожности, она изображена на знаменитом полотне Тициана. Как показать эту молодую, красивую женщину, которая вот раскаивается? И поэтому там и Тициан, и Эль Греко, и кто только не рисовал ее, вот именно показывая, с одной стороны, ее физические прелести, что, собственно, привлекало очень художников Возрождения, а с другой стороны, вот этот ее страстный порыв, значит, вот покаяние, со слезами на глазах, там, с устремленными взором к небесам. О том, как сложилась судьба настоящей Марии Магдалины после Воскресения и Вознесения Христа, точных сведений нет. Предание говорит о том, что из Иерусалима она отправилась в языческий Рим с благой вести. А когда многие не верили, что Христос воскрес, она повторяла им то же, что сказала в светлое утро Воскресения апостолам. «Я видела Господа, Он говорил со мной». С этой проповедью она обошла всю Италию. По преданию, она даже пришла с рассказом о Христе к самому императору Римской империи Тиберию. В те годы он безвыездно жил здесь, на острове Капри. Тиберий переехал на Капри в 26 году н.э. и ни разу не покидал остров в последние 11 лет своей жизни. Здесь, на высоте 300 метров над уровнем моря, он нашел самое безопасное место для укрепленной крепости. Ни один из противников или заговорщиков не мог сюда подобраться и напасть на императора. Тиберий был очень приземленным человеком и довольно жестоким. Вот отсюда, со скалы, он сбрасывал в море своих врагов или слуг, которые в чем-то провинились. Когда Мария Магдалина рассказала императору Тиберию о воскресении Христа, тот не поверил и потребовал доказательств. Тогда она взяла яйцо и, подавая его императору, сказала «Христос воскрес!» При этих словах белое яйцо стало красным. Именно благодаря Марии Магдалине по всему миру распространился обычай дарить друг другу пасхальные яйца как символ воскресения и новой жизни. Мария Магдалина продолжала свое благовестие в Италии и в самом Риме до прибытия туда апостола Павла и еще два года после его отъезда. Очевидно, именно ее имеет в виду Павел в своем послании к римлянам, когда упоминает Мариам, которая много трудилась для нас. Есть свидетельства историков, которые говорят о том, что в преклонном возрасте Мария Магдалина поселилась в Эфесе, где жили и Дева Мария, и Иоанн Богослов. Там же она и скончалась. Ученые ставят вообще под сомнение, что в Эфесе были крепкие христианские общины, потому что апостол Павел заново восстанавливает или, по крайней мере, заново сеет Слово Божие и христианскую общину делает. С Эфесом все вообще непонятно. Понимаете, это все версии. Вполне возможно, что могла. Даже, может быть, она и жила там. Но кроме таких догадок никаких материальных или документальных подтверждений этому нет. Именно с Эфеса началось широкое почитание Марии Магдалины. Отсюда же пришел и день ее памяти – 22 июля по юлианскому календарю. До VI века христиане приходили ко гробу Святой Марии. Потом он, к сожалению, был утрачен. На Востоке по-прежнему утверждают, что она была в Эфесе, а на Западе до сих пор устойчиво, говорят, что она была на юге Франции. Мощи Святой Марии Магдалины хранятся во Франции, в городе Сен-Максимин, недалеко от Марсели. Французы верят, что Мария Магдалина обратила в христианство эти земли, а затем и всю Францию. Именно эта святая здесь служит покровительницей брака. А самые пышные свадьбы в Париже проходят в церкви ее имени – Сен-Мандлен, что недалеко от Елисейского дворца. Этот необычный храм построен в том самом месте, где святую почитали еще в XII веке. Последний проект, который был, так сказать, зафиксирован Наполеоном, построят здесь храм воинской славы. И этим объясняется вот эта такая, скажем, форма, которая скорее напоминает римские базилики. Начали строить, начали строить, но как раз начали строить тогда, когда Наполеон пошел в Россию. Пошел в Россию, и, как мы знаем, что случилось в России – поражение. И вот известное его письмо, он пишет министру внутренних дел, что, так сказать, что слава, что слава воинская, сейчас сегодня есть, завтра нет, пусть этот храм вернется к своему первоначальному назначению. А его первоначальное назначение, после всех там колебаний, тема быть биржей, храма военной славы, это будет один из проектов. Это снова стать храмом Марии Магдалины. То есть Мария Магдалина победила Наполеона. В Провансе, в горах Сен-Баме, паломники посещают грот, где, по преданию, святая пряталась от мира и совершала долгое покаяние. Мы знаем, что, например, на том месте, в котором, по западу, пряталась последние 30 лет жизни, Кассиан Римлянин, основатель западного общежитейного монашества, он устроил там себе скит. И этот скит, как место жительства и место молитвы монахов, вот он существовал непрерывно, с 5 века до, до сих пор до наших дней. По примеру Марии Магдалины, среди первых христиан будет очень много женщин. Языческий автор 2 века Цельсий даже назовет христианство женской религией. В то время женщины повсеместно служат диагонистами и проповедницами. Но уже к 3 веку в процессе создания иерархии духовенства в церкви будет повышаться статус целомудренных мужчин. С начала 4 века тем, кто служит у алтаря, предписывается воздерживаться от отношений с женщинами. Салибату духовенства в католичестве останется навсегда. А Мария Магдалина станет жертвой волны аскетизма. И ее перестанут называть апостолом для апостолов. Папа Григорий I в 6 веке в своей проповеди назвал ее великой блудницей. Желая, может быть, подчеркнуть, что вот она была блудницей, потом она покаялась. Может быть, это все ее минутное было какое-то, так сказать, желание обратить внимание на то, что нужно покаяние, чтобы быть учеником Христовым. Когда вот с легкой руки папы до сих пор считается, что все-таки она была блудницей и потом раскаялась, потом, пойдя за Христом, изменила свою жизнь. Православная Церковь чтит память Марии Магдалины как святой, которая была призвана самим Господом от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и стала примером истинного обращения и покаяния. В Восточной Церкви она издревле и до сих пор носит особенный титул «Святая равноапостольная Мария Магдалина». Ведь первая свидетельница Воскресения Христова не могла оказаться случайной, а только избранной. Грехопадение началось с женщины, с Евы. Мария, конечно, искупает грех Евы, тем самым, что Ева как бы отвернулась от Бога, раньше даже, чем Адам, соблазнившись, то Мария, я имею в виду Богородица, отвечает Богу «да». Но Мария Магдалина как бы продолжает эту же линию женского ответа на призыв Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok